Творческие отзывы деток о выставке, то есть тех деток, те, которые плохо видят. Вы бы видели, как они это делают, то есть они очень близко наклоняются, но так стараются, они облепят, особенно вот тут видно, что со всех сторон облепили вот этот листочек бумаги, и каждый-каждый что-то пытался нарисовать. Просто обалдеть! Класс! Вообще, спасибо большое! Ну, приятно, приятно, конечно, вот оно, именно ради этого уже стоит этим заниматься. В руках Евгении Желниной отзывы и пожелания слабовидящих детей. Благодарят они ее за передвижную выставку «Цветные прикосновения». Около 30 картин выполнены в объемной технике для того, чтобы люди с ослабленным зрением увидели каждую через прикосновение. Все это помогает таким детям адаптироваться и не замыкаться в своей болезни. Это, собственно, и было главной целью выставки. Показать ее Евгения планировала в пяти городах России, но в итоге представила в семи. Пенза, Ижевск, набережные Челны, Самара, Казань, Тольятти и Чебоксары. Это стало возможным благодаря победе во всероссийском конкурсе «Моя страна, моя Россия», который входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». Ну, в первую очередь, так вот очень сильно зацепило название конкурса «Моя страна, моя Россия». Все мы, жители нашей России, большой и хороший, и красивый. И почему бы нам не сделать нашу страну лучше через свои проекты. Спустя пять лет после реализации проекта в жизни его автора изменилось многое. Она защитила докторскую диссертацию, стала профессором кафедры социологии Тольяттинского государственного университета. Вдохновились вот этим участием, потому что получили признание, получили высокую оценку экспертов, московских экспертов. Да, это очень серьезно, это достаточно высокий уровень. Всероссийский конкурс «Моя страна, моя Россия» проходит ежегодно. Задача – привлечь молодежь к решению острых вопросов социально-экономического развития регионов. Школьники, молодые специалисты, студенты представляют свои проекты и получают на их реализацию гранты, стажировки и дополнительные баллы к ЕГЭ. Президент в послании к Федеральному собранию говорил о важности поддержки местных инициатив, связанных с криведением, с народным творчеством, с сохранением культурного и исторического наследия народов России. Конкурс «Моя страна, моя Россия» эффективно решает эту задачу. В конкурсе «Моя страна, моя Россия» приняло участие около 90 тысяч молодых людей из всех регионов России. Конкурс «Моя страна, моя Россия» уже давно вышел за рамки только конкурсных мероприятий. Это сообщество экспертов, сообщество педагогов-новаторов, сообщество молодых людей и их родителей, которые неравнодушно относятся к развитию российских городов и сел, где они живут, где они получают образование, где они работают. Мы приглашаем всех к участию в конкурсе. Очень много номинаций. Номинации охватывают весь спектр вопросов социально-экономического развития российских территорий. Каждый найдет для себя свою тему. Скоро стартует 17-й всероссийский конкурс «Моя страна, моя Россия». И у каждого жителя Самарской области в возрасте от 14 до 35 лет есть шанс принять участие в конкурсе президентской платформы «Россия – страна возможностей». Улучшить жизнь своего региона, создать свой собственный авторский проект – социальный, культурный, научный и принять участие в конкурсе. А потом получить поддержку для его реализации. Елена Малютина, Николай Епифанов. События. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...